ДНРовского терроризма. Кстати, хочу сказать, я был ведь первым военком в ДНР. Когда я приехал в Славянск, и мне выдали вами подписанное удостоверение, и Эльдар мне говорит, что написать. Люди пишут, там, стрелок, смазист. Я написал, военный корреспондент. И все потом, и Сережа Каренченко, мой друг, да, и потом они писали, военный корреспондент. Но я был первый, кто был военком. И я говорю, что очень важна это, для меня была важна связь с той войной, что там Симонов был военкором, что военкор это тот же политрук, который, если нужно, он выводит из окружения людей. Как помните, солдатами не рождаются. Да, конечно. Что мы возродили, мы погорели, я тоже об этом писал, говорил, в Чечне, в других наших историях. Мы погорели, мы проиграли эти воины информационные, потому что был бардак. Так, самолет боинг только упал, мы через два часа Сереже и Панеченко с ним приехали на место. Там уже французы и французская журналистка, она не знает, что я... Она приехала, машина только подъехала, она выходит из нее, оператор перед ней уже бежит назад, она не видела ничего, она ни глаз, ни взгляда не бросила, она тут же начинает по-французски рассказать, что вот сепаратисты уже все инсценировали к нашему приезду, они все приготовили, конечно, и все, и начинает нести полный бред. Я ее останавливаю, говорю, что вас через секунду здесь не будет, что вы несете, оглянитесь, вы же не видели ничего. Вот эти сценарии, тоже было в Славянске, приезжают журналисты, да, на два часа. Резитацию просто мне не дают, я говорю, ребята, у вас шанс, я здесь, я вам сейчас покажу, то, что вам никто вынес, два часа не покажет, покажу людей, с которыми мне уже говорили, покажу... Они меня смотрят, как на идиота, и говорят, спасибо всем, возьмем ваш телефон, и я понимаю, что ни я им не нужен. Ну, естественно, они работают. И у них уже все заготовлено, им нужна только картинка, чтобы подтвердить, что это с места. А рассказ будет дальше об ужасах, которые там и ополченцы. Вот поэтому близко подпускать таких, пресс-конференцию в Донецке, да, но не больше. Поэтому очень важен вот этот нормальный, нормальных военкоров, профессиональных. Не то, что сейчас пошли, я как телевизор не открою, военкоры, я звоню им туда, ребята, откуда вы их берете? Только ленивые сейчас не называются военкоры. Ну, извините, я так многое освою, но это важная история. Нет, ну это понятно. Ну, что вам сказать, пока мне вас порадовать нечем. Единственное, что я хотел бы, вот, до чего, собственно, я прибыл, это вручить вам награду, вот, к сожалению, у меня нет удостоверения для того, чтобы, я сейчас не могу ничего подписывать, но это я отдаю вам. А пока, у них нету, это моя обмена, собственно, 001-я, за оборудование. Вот, когда будет. Поздравляю вас с наградой. Игорь Иванович, я хочу, это вы знаете, я вам сейчас скажу, ну, сейчас это не, это мой, может быть, сейчас самый, ну, счастливый день, вот, за много, много лет. И то, что, это награда, то, что, вы знаете, помните, я как написал в этой статье, что Славянск, это для нас очень важная история, что и этимологически, Славянск, да, что и исторически, и то, что, ну, в общем, это, это. я действительно, как говорится, я вам желаю всем скорейшего выздоровления, я тоже надеюсь, как и вы, что мы обязательно вернемся, что мы все-таки будем наступать, и все-таки мы выиграем эту войну, войну, которую мы защищаем Россию. Я убежден, вы знаете, помните, я полностью, всем, чем могу, я с гордостью буду нести звание, которое мне присвоил еще Герасченко, поэта ДНРовского терроризма, новороссийского терроризма. Спасибо. Я действительно приехал не потому, что там пропиаривался, как это были, я приехал, мне Данил сказал, я понял, что надо съездить, надо вас посетить, просто. Вы знаете, вообще я не хотел вот этих всех фотографий, но раз уж, меня убеждают, что это надо. Я каждый день делаю, я могу? Это что, это же надо, они это тоже, это не надо. Я вообще, знаете, текст мне сейчас прислал только что, Донец, я же парень, я написал, перед тем, как попал в плен, да, сейчас, и